Уважаемые любители общественного транспорта, здравствуйте! В эфире радиопроект у микрофона Евгений Матусов. Сегодня речь пойдет опять о московских центральных диаметрах, а именно о диаметрах 2, 3, 4, ну и может быть в какой-то степени 5. Мы оказываемся в центре Москвы и посмотрим, что происходит в районе площади трех вокзалов. Ну, во-первых, недалеко отсюда пройдет московский центральный диаметр номер 3, МЦД-3. Многие из вас, наверное, знают, что этот диаметр соединяет Рязанское направление и Ленинградское или Октябрьское через Медьковскую ветку. Эта ветка сейчас используется для подачи поездов из места стоянки в парке Николаевка на Казанский вокзал, а также иногда для прохода транзитных поездов, например, из Санкт-Петербурга. Чтобы использовать эту ветку, нужно будет что-то сделать вот в этой точке перед поворотом на Казанский вокзал, потому что здесь сейчас есть туннель для как раз пригородных поездов, которые останавливаются на каждой платформе, то есть низкоростных поездов. И, скорее всего, именно вот из этого туннеля он будет перестроен так, чтобы поезда, пройдя под скоростными путями, по которым ходят экспрессы, поезда дальнего следования на Рязанском направлении, чтобы они вышли как раз в сторону Медьковской ветки. То есть это самое реальное решение, которое я еще предлагал в своем проекте метро-будущее, метро-фьючер-лайбджонал.com. Еще раньше, где-то уже чуть ли не 10 лет назад, я предлагал сделать там вот такую эстакаду, которая бы примыкала к рампе туннеля, вот как здесь показано. Но это, скорее всего, вариант такой не пройдет. И вариант с перестройкой самого туннеля, мне кажется, более реальным, более разумным. Теперь мы переносимся на саму площадь трех вокзалов и посмотрим, нет ли альтернативы проходу МЦД-3 через Медьковскую ветку. Ведь там не очень удобно пересаживаться. Во-первых, мы теряем пересадку на Ленинградском и на Казанском направлении на кольцевую линию Московского метро. Теряем пересадку также на Сокольническую линию. Потому что даже если будет платформа Медькова, то от нее будет идти далеко как до Красносельской, так и до Сокольников. До Сокольников чуть поближе, но все равно где-то одну или две остановки трамвая там нужно будет пройти. Поэтому желательно бы, конечно, все-таки каким-то образом провести МЦД-3 через площадь трех вокзалов с пересадками на все и вся. И, конечно же, такие планы предлагались особенно метрофанатами, такими как я. И первый план был, например, просто построить такой глубокий вод, но не очень длинный, прямо под самой площадью трех вокзалов. Это была бы станция с боковыми платформами. Вот она в центре показана зеленым. И через нее была бы построена переходная галерея, которая бы подсоединялась как раз к переходу между двумя станциями Комсомольской кольцевой линии и Сокольнической линии. Ну а выход, собственный выход этой новой глубокой станции был бы в сторону платформы Каланчевской к западу, от нее в сторону трамвайного разворотного круга. То есть, конечно, при таком расположении все пересадки бы сохранялись и прекрасная получилась бы линия, но, конечно, это очень дорого и в официальных планах такого нет. Тогда, когда я в своем проекте метробудущее это предлагал, еще в Москве не работали проходческие щиты диаметром 10 метров на два пути, зато я видел вот такие изображения в интернете эллипсоидных туннелей, которые строятся в Японии. Я предлагал именно вот как такой эллипсоидный двухпутный туннель построить по японской технологии тогда. Ну, как я уже сказал, всего этого на площади трех вокзалов не будет, так как все это слишком дорого. Ну а что будет? Во-первых, то, что уже сейчас есть и даже видно уже на обновленных картах гугла, это что сейчас идет перестройка платформы Каланчевская. Сейчас здесь проходит только один МЦД маршрут, номер два. Потом здесь же будет проходить МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного. Сейчас строится одна из двух островных платформ под как раз этот диаметр. Плюс, конечно, вот здесь вот дальше перестраивается Каланчевский путепровод над площадью трех вокзалов. Вот фотография Василия Песлякова, которую мы нашли в интернете. Вот здесь будут такие арки. Довольно-таки уродливо они выглядят пока, по крайней мере. И многие говорят, что они портят архитектурную композицию площади трех вокзалов. Вот здесь на заднем плане Казанский вокзал как раз. В конце вот на рендерах должно быть что-то такое, то есть их покрасят. Но все равно выглядит это немножко по-другому. Может быть, это, конечно, и совпадает с первоначальными планами архитектора. Но, по крайней мере, для многих москвичей это не очень привычно. Но, с другой стороны, функциональность, важность этого участка четырехпутного тогда в будущем не подвергается никем сомнению. И поэтому я считаю, что иногда чем-то нужно жертвовать. Так возникает тогда вопрос, можно ли еще чем-то пожертвовать? И все-таки как-то сюда привезти также и МЦД-3. Ну и вот один из таких вариантов это с использованием другой стороны площади трех вокзалов, ее восточного конца. И здесь идея состоит в том, что вот отсюда из последних самых восточных путей Ярославского вокзала начать подъем эстакады. И эта эстакада бы вот как раз с востока пересекла площадь трех вокзалов и ушла бы вот в это небольшое пространство между универмагом Московский и театрально-концертным залом. То есть, получилась бы такая эстакада примерно симметричная к Каланчевскому путепроводу. То она могла бы быть также примерно оформлена, чтобы не слишком она бросалась в глаза. И потом идея в том, что после вот этой эстакады в этой точке пути резко поворачивают над платформами Казанского вокзала, над какими-то строениями, которые по такому плану пришлось бы скорее всего сносить. И потом выходит обратно на пути уже Рязанского направления. К сожалению, вариант для меня был бы хороший, но уж очень резкий здесь поворот, очень резкий радиус. И такой радиус считается неприемлемым для современных железных дорог даже внутри города. Поэтому, конечно, если показывать это специально обученным людям, то они этот вариант забракуют. Я в этом больше чем уверен. Но есть еще вариант. Давайте посмотрим, что еще можно придумать. А именно обойти Казанский вокзал с юга и выйти в сторону платформы Каланчевская. И там уже сделать пересадку на МЦД-2 и МЦД-4. Я, кстати, забыл сказать, что в варианте с Ярославским вокзалом туда легко достаточно выйти с Ленинградского направления. Если вы не верите, посмотрите на карту. То есть это была бы не проблема. Ну а здесь мы Ярославский вокзал не используем. Зато обходим Казанский вокзал с юга. То есть вот эту площадь мы не только загадим строящийся сейчас здесь вот с расширенным на четыре пути Каланчевским путепроводом с этими большими железными арками. Но еще кое-чем загадим. Вот давайте посмотрим схему. Вот так должна будет выглядеть тогда эта высокая эстакада, которая потому высокая, что она должна пересечь вот этот Каланчевский путепровод обновленный и уже опуститься вниз к платформе Каланчевская. Возможно даже сама платформа Каланчевская, именно вот этой оранжевой линии МЦД-3 будет уровнем выше, чем другие две платформы. И поворот здесь радиусом 300 метров. Я специально посчитал и вот этот поворот, и этот, и тем самым это все примерно соответствует тому, что принято для железной дороги как более-менее еще нормальный поворот. Я знаю, конечно, что желательно не меньше 400 метров, чтобы был радиус, но 300 метров в принципе в нормах радиусов кривых. Вот если смотреть разные так называемые снипы, можно вполне найти, что радиус 300 метров на линиях 1-2 категории разрешен. Вот такой калаш я сделал, как бы могла выглядеть эта эстакада, которая, можно сказать, проходит над Казанским вокзалом. Ну, точнее, чуть-чуть его задевает или почти задевает, но явно уж точно блокирует вид на Казанский вокзал с его тыльной стороны. Это как раз такая эстакада в Нью-Йорке. Я просто сделал такой калаш. Сейчас даже в Нью-Йорке ее, скорее всего, разобрали, потому что именно она тоже портит вид на улицы города. Можно ужаснуться, сказать, да как вы посмели такое сделать, ради транспортной доступности, транспортного удобства, удобства пересадки можно пойти на такую жертву, и что все не так страшно, все равно эстакада высокая, вид на здание остается и так далее. То есть, опять-таки, можно долго вести споры. Что важнее, развитие транспортной инфраструктуры, инфраструктуры общественного транспорта или вид городской среды, шум и так далее, чтобы не было этого шума. И также можно вести дискуссию, а сколько это стоит, действительно ли это более дешевый вариант, или, может быть, стоит вложиться в подземный вариант. Хотя подземный вариант там свои сложности, тут очень плохие грунты. Там уже построены две станции, одна из которых из первой очереди Московского метрополитена, и лучше их не трогать, может быть, и так далее. Далее еще одну точку мы с вами сегодня посмотрим. Это другой конец Медьковской ветки, там, где должна пройти как раз линия МЦД-3. И здесь, как я тоже в своем проекте Метро Будущее показывал, нужен какой-то новый путепровод, который бы связал вот эти дальние пути ленинградского направления, где и ходящиеся электрички. Вот они проходят здесь мимо вот этой черной дыры, камеры, из которой строится сейчас здесь северо-восточный участок большой кольцевой линии. Так вот, они как раз здесь проходят. И я вот как раз делал тоже здесь такой символичный рисунок, что вот туда наверх уходят две эстакады по одному пути. Это один из вариантов, например, соединения ленинградского направления с Медьковской веткой в этой точке. И здесь я хочу показать недавнюю презентацию, а точнее один слайд из презентации от Российского университета транспорта Дмитрия Роменского. И здесь он показывает один из вариантов расположения станции ВСМ в районе платформы Рижская или Ржевская. То есть скоростной магистрали. Это вот это все показано розовым. А зеленым как раз показан МЦД-3. Вот этим сверху. И вот как раз от платформы Рижская идет ответвление. Часть путей идет на вокзал. Вот это показано таким вот болотным цветом. А часть по эстакаде уходит на Медьковскую ветку. Что здесь можно отметить? Что если такой вариант с высокоскоростной магистрали будет принят, то здесь показано аж 6 путей на Медьковской ветке. Я, честно говоря, не совсем представляю, где их там все можно впихнуть. И как раз пошло бы на пользу, если бы МЦД-3 с Медьковской ветки удалось убрать. Либо подземно как-то, либо вот такой для некоторых людей, в том числе и для меня, достаточно ужасной эстакадой двухуровневой над Каланчевским путепроводом и почти над Казанским вокзалом. Но в любом случае тогда бы освободилась возможность на Медьковской ветке сделать вплоть до 4 путей, потому что 6 путей там уж точно никак не влезут. И тогда вот эта идея с вокзалом высокоскоростных поездов в районе Ржевской вполне могла бы стать реальностью. Ну и, наконец, еще один вариант, который я уже на своем канале предлагал, это не делать сквозной диаметр, а сделать два радиуса, на которые бы оба заканчивались на Казанском вокзале. Один бы выходил на Казанский вокзал через ту же Медьковскую ветку со стороны либо Ленинградского направления, либо Ярославского, то есть вот этот кусочек МЦД-5. А второй бы, как сейчас, это были бы просто электрички Рязанского направления, которые бы заканчивались тоже на Казанском вокзале. И суть предложения построить платформы в районе метро Красносельская на пути к Казанскому вокзалу и сделать здесь достаточно удобную, может быть, даже если немножко здесь перестроить путевое развитие, кроссплатформенную. Но главное, что очень быструю пересадку, то есть если кому-то нужно ехать дальше по диаметру, он просто перейдет в поезд другого направления. Если же нет, он может либо здесь дойти очень быстро, через 100 метров здесь станция метро Красносельская, либо доехать до того же вокзала. Да, существует опасность в какой-то степени перегрузки Казанского вокзала и, соответственно, и станции метро в этом месте, но с другой стороны разгрузится и Ярославский вокзал, и плюс часть пассажиров уже уйдет на самой Красносельской и в метро, и пересядут также из одной электрички в другую. Сейчас мы перелетаем в нашу последнюю точку, которую мы еще посмотрим. Это на случай эстакады. Здесь вот к югу от Казанского вокзала мы пройдем мимо этой эстакады, мимо веерного депо, которое, скорее всего, является памятником архитектуры. Это фотография Артема Светлова, которую я также нашел на гугле. Вот это вот веерное депо, и вот как раз здесь, где-то в этой точке между депо и вот этим домом могла бы пройти эстакада, которая пошла бы потом вот здесь вдоль улицы и обогнула бы Казанский вокзал, как я уже до этого показал. Пишите в комментариях, нравится ли вам такой вариант. Этот вариант как бы наиболее компромиссный между стоимостью и влиянием на городскую среду, которое все-таки достаточно большое и большое негативное. Но, с другой стороны, для транспортной инфраструктуры такой проект, именно который приводит три диаметра МЦД на площадь трех вокзалов, вполне бы был полезен и удобен для многих москвичей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч в эфире!